Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня» мы выходим одновременно и на радио, и телевидении. В студии режиссёры Николай Слепцов-Айдын и Михаил Эверстов. У микрофона Любовь Петрова. Культ коня до сих пор является значимым в нашей культуре, культуре народа Саха. Табуны лошудей — это символ богатства и процветания. И связанная с культом лошади Сергей, канавясь тоже имеет ритуальное сакральное значение, как символ благополучия и достатка семьи. Союз художников Якутии в эти дни проводит выставку «Аластан Аттанан, выезжая с родного Аласа». И сегодня у нас в студии председатель Союза художников Якутии, художник-дизайнер Ольга Скорикова. Здравствуйте, Ольга Санасьевна. Александр Винокуров, мастер-костарез, художник-декоративно-прикладного искусства, автор идеи выставки. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Марьяна Лукина, художник-живописец, доцент кафедры живописи и графики АГИКИ, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, Марьяна Михайловна. Добрый вечер. И Сергей Колесов, художник-живописец, преподаватель Намского педагогического колледжа имени Винокурова, отличник образования, почетный работник воспитания и образования. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Наши телефоны 320066, 321166. Во время прямого эфира вы можете присоединиться к нашему разговору и задать интересующие вас вопросы. Ну, Ольга, начнем, конечно, с вас. Вот идея выставки принадлежит Александру Анатольевичу, да, но в то же время вот расскажите об этой выставке. Кто в ней принимает участие, сколько картин и где проходит выставка, кстати? Выставка проходит в выставочном зале Союза художников, который находится в здании художественного фонда по адресу Белинского, 44. У нас там средних размеров выставочный зал, который достаточно активно работает и часто там проводятся интересные выставки. Все началось с того, что в прошлом году Александр Винокуров ненадолго к нам зашел в правление и предложил сделать эту выставку, посвященную якутскому коню. И совместить это с днем коневода-табунщика, который учрежден в 16-м году, и в этом году он был 21 апреля. И вот Александр сказал и ушел, а мы уже стали своим правлением работать над этой идеей, собирать экспонаты у художников, ну и прочие организационные моменты. Выставка удалась у нас очень хорошо, она нашла очень большой отклик, во-первых, у художников, тем более, что эта выставка у нас была открытого формата. То есть у нас выставки проводятся двух типов, или строго для членов Союза художников, или мы допускаем еще туда талантливую молодежь. И в этот раз у нас была открытая выставка, то есть были еще те, кто еще пока что не член Союза художников. Выставки в итоге приняли участие более 40 человек, и было выставлено более 80 работ в различных жанрах. Это, прежде всего, живопись и графика, декоративно-прикладное искусство, в том числе и касторезное искусство, ювелирные изделия, которые не так часто у нас выставляются, и скульптура, что тоже не очень часто у нас бывает. Выставка получилась такая очень интересная, очень разноплановая и пользуется очень большой популярностью. Например, вот сейчас, когда я уезжала сюда на передачу, я была удивлена, что не только в выставочном зале у нас полно народу, у нас даже в холле на втором этаже, перед ним находится помещение, настолько много народу, что людям даже некуда повесить пальто. И это было очень приятно видеть, их оживленные лица, и как они делают селфи, и групповые фотографии, и все это очень живо воспринимают. Ну, я считаю, что это большой успех. Мы очень довольны. — Ну, и автору идеи сейчас предоставим слово, да? Как у вас возникла эта идея, и вы, как художник-костарез, какие работы туда представили на выставку? — Ну, насчет идеи, это, наверное, все связано с традицией нашего народа, потому что каждого якутянина, лошади, это имеет очень глубокие и такое. Не только для нашего народа, но и становление государственности, я так считаю. Вот, например, у нас же, как обычно в северных народах, в частности, народа Саха, вот эта вся традиция передается с поколения на поколение, с рассказа отца, деда, прадеда, вот так идет. И то, что связано, вот эту выставку поддержали, вот Ольга Афанасимовна и правление, и художники, коллеги. Я очень рад и счастлив, что то, что мне внутри было, то, что душой было, и это откликнулось, скажем так. С лошадью связана не только моя жизнь, но и моих предков, так скажем. Это связано также еще с первой экспедиции, скажу так, видоса Беринга, вторая экспедиция. Вот это с первой экспедиции, если взять, например, да, почему я это вспоминаю? Потому что 1823, 1825, 1828 года, например, вот именно с Якутска было направлено 663 лошади. Из них не вернулись 267 лошадей. Каждая третья, да? Да, половина получается. И потом вторая экспедиция, которая в 1840 годах была, и там уже было направлено намного больше. Значит, лошадей много тогда было? Да, и было. Нет, вот историю, если взять, я не историк, но историк это в основном именно на фактах, на точных цифрах. Они всегда вот... На документах? Да, на документах. А я по рассказам, и в то же время вот иногда вот смотрю на эту. И даже вот если 1800, в 1800 году было написано, или вот написано было, 3890 с лишним лошадей не вернулось, впало. Это вот так было. Потом в 1819 году тоже я увидел там уже 4300, 20 с лишним лошадей не вернулось. А в то время, например, до 1800 года, например, одна лошадь оценивалась 3 рубля. А это брали лошадьми, например, имели их в среднем хозяйстве, у них брали лошадьми, одну или две. А у бетняков брали, например, как налог 3 рубля. Потом, наконец, вот в 1800 году вот наши все-таки настаивали, вот наконец-то там повысили. Например, в зимнее время оценивались 10 рублей, 12 рублей, а летнее время 15 рублей. Но еще, наверное, эти лошади, они не только палили, наверное, еще и там и ели, да, в дороге? Да, в основном они добывались себе корм, сами, самостоятельно. Также вот если так взять, почему вот я говорю лошадь, и в то же время надо людей тоже учитывать. Потому что в это время было тысячи-тысячи четыреста источников. Это именно от Якутска, вот Механгалаский, можно сказать, Байгантайский, Таттинский, Чуроптинский, Улысы. Вот эти, и, например... Местное население. Да, местное население. И вот пользуясь случаем, то, что вот наш, не только республика смотрит, но и другие регионы, я хочу передать свое пожелание добра и то, что мы помним, поселку Охотск, село Нилькан, Аяномайского района, село Арка Охотского района. Это, почему я передаю, потому что там есть люди, которые все это тоже помнят, знают. То, что вот было до 1930-го, 20-го года. И благодаря вот лошади нашей выжили, там и были не только, вот я, например, назвал только количество известных, некоторых известных цифр лошадей, также и были потери людей. Да, конечно. А также вот, например, вот сейчас вот празднуют, да, День Ямщика. День Ямщика празднуют, это очень хорошее, но нету тракта, Иркутский тракт, так же, как и Охотский тракт, так же, как и Аянский тракт. И празднуется, как будто Иркутск и Якутск. А на самом-то деле Якутск-Охотск был самый сложный, самый вот трудоемкий тракт. Поэтому вот для нас именно... Ну, потому что за пределы республики нашей выходит наш, поэтому... Ну, может быть, может быть, но только некоторые-то... Народ-то у нас находится, которые вот предки их, они-то помнят. Ну, это и было в составе Якути же, это было в тех годах? Да, были в составе до 1930-го года, а потом уже в Сармаране, да. Ну, вот поэтому, наверное, я вот тему лошади очень близко воспринимаю. Ну, лошадь, она как бы и не только в культуре, да, но и в быту же лошадь, тоже самое нужное и необходимое и в хозяйстве. И в хозяйстве, и также вот, например, я в детстве знаю вот тоже, скажем так, в духовном понятии вот можно тоже лошадь общаться глазами. И как он относится, это тоже очень такое чистое личное отношение такое бывает. Это же очень умные животные. Очень умные животные. Даже когда вот я вот в молодости по глупости не знал некоторые места, заблудился бы, если пешком пошёл, а лошадь выводил. Я просто не усадился и выводил с тайги. Ну, вот сейчас вот весной как раз же идёт это жеребё, жеребята же как раз сейчас как раз появляются. Да, именно вот этот месяц для коневодов-табущиков особенный месяц. Ну и вот какие вы работы представили на выставку? Вот расскажите о своих работах. Я там представил работу, например, рельеф из бивня мамонта, который я назвал вот парящие над северными просторами. Выставил работу «Мальджигарский коневод». Вот как раз сейчас показывают, да? Там же этот табун лошадей якутских. Вот то, что вот коневод, «Мальджигарский коневод» тоже это как-то личность отношения имеет. Вот, например, сзади стоит церке. Вот это я ещё в 80-х годах был. В школе учился, когда вот собирали детей, картошки, вот в хозах собирали картошки. Я там увидел вот Кытыл, он Кытыл называется, местность на берегу. И там, когда я увидел Сергея, который уже старинный, уже падает. И там наверху я увидел вот как раз вот этот, и для себя всегда говорю, это Сергея, Джессигая. Именно коневода. Поэтому... А вот какие материалы используете? В основном я работаю в материале рук луся, также бивене мамонта, независимо от материала, олень, рук оленя. Вот так вот. Также вот вы являетесь... А якутское касторезное творчество отличается же от всех других? В чём отличие именно якутского касторезного искусства? Когда начал лично выезжать на выставки вот за пределы республики, тогда уже заметил, какое отличие имеет. Имеет отличие совсем как, вот скажем, такой массивный, вот своей добротной и другой почерк народа. Именно там ясно видно. Менталитет, вот. Да, ну и какие-то более цельные, такие более монументальные формы, неиспощрённые мелкими деталями, через чёрт, сдержанные, такие цельные, да? Да. Но, к сожалению, сейчас в последнее время материал очень сложно найти, поэтому уже делаем как вот в других регионах. Скажем так, ну, комбинированные. То есть совмещаем олень. А дерево используете? Дерево, кап, как традиционно тоже используется, корень кап. Также используется, ну, любой касторез, я считаю, тоже по дереву, как зодчество тоже занимается. Строительство, Сергея, это тоже работает. Ну, вы вот принимали участие в Магаданском фестивале, вот расскажите об этом вашем участии и вообще об этом фестивале, ваше впечатление. Вот это впечатление я вот с первого, с начала вот этой организации, это фестиваль, я знаю, 2017 года, когда первый фестиваль был организован. И там также принимал участие. И с таким, с гордостью могу сказать и уверенностью, что якутская школа, это сильная школа. Очень сильная школа, и так как в 2017 году был, например, в конкурс, не только просто фестиваль, а конкурс проводится. И там приезжают с других регионов, не только других регионов, но и стран. Например, с Аляски, с Финляндии, с китайские, японские, канадские. Вот если вот так пересчитать, то приятно слушать. То, что не только у нас этим занимается. И тогда вот Василий Николаевич Мадаев, наш председатель, занял... Который ушел из жизни. Да, занял приз за сохранение традиций. Потом второй, через год, в 2019 году, наш же, кастарец Михаил Слепцов, Михаил Николаевич, он стал гран-при. Потом третий фестиваль, к сожалению, Василия Николаевича уже не было. И поехали мы с Ульгой Афанасьевной. Также там мы тоже не с пустыми руками, скажем так, вернулись. Тоже получили призы, да? Да, тоже получили призы. И там вот было видно именно отличие якутского кастарезного искусства от остального. И в том числе не только язык другой, да? Пластика более сдержанная, более цельная. Еще и тематика другая. Потому что мы, вот как Александр говорил, очень привержены своей национальной культуре. И редко делаем, ну, просто отвлеченную вещь, типа там зайчик, например, сидит. Нет, у нас все всегда со смыслом, либо основано на материальной культуре, либо на духовной. Всегда с опорой, да? Да. Что еще скажете? Я почему так говорю, потому что у нас до эфира три минуты осталось. А сейчас тогда к Марине Михайловне перейдем. Марина Михайловна, вот ваше участие на этой выставке. Ну, я участвовала одной работой. Это у меня картина называется «Хантийская северянка и бриз». Ну, если так сказать, что это, ну, излюбленный мой жанр натюрморт. Потому что там изображена деревянная детская игрушка, так скажем. Лошадь. Лошадь, да. Прошлого века. Созданная якутским мастером, да? И фарфоровая статуэтка. Тоже с прошлого века. Как раз показывают. Вот показывают как раз. Ну, это очень хорошо, что наш союз начал такие организовывать тематические выставки, да? И об этом заранее как бы было уже объявлено. За полгода еще был график составлен союзом художников. Ну, и прочитав этот график, я подумала, что надо принять участие. А как принять, да? Ну, увидела... Каждый надо писать. Да. Увидела у себя дома эту фигурку. А почему бы ее не пописать, да? Ну, когда пишешь дерево, деревянные, вот, например, я люблю писать якутские, да, натюрморты, чараны, они, их сложно писать. Они, вот, приходишь в мастерскую, начинаешь писать, да, потом на следующий день приходишь уже, как бы, второй сеанс. И уже как будто что-то все поменялось. Смотришь на натюрморт, и уже что-то другое. Начинаешь исправлять. Поэтому вот изо дня в день, когда вот так приходишь, пишешь, как будто и вот это изделие, да, сотворенное творцом, оно как будто с тобой ведет беседу, так скажем, да? Да, 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 ну, и в результате все равно, ну, получается, да, и остаешься вроде бы доволен своей работой, да, ну, и еще и доволен, когда есть реакция зрителя, да, когда хорошо взываются о твоей работе. Это всегда очень приятно. Так, сейчас мы прервемся на рекламу, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на рекламу, и через несколько минут вернемся в студию и продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе «Якутск. Сегодня». Сегодня у нас в студии художники, и мы говорим о выставке, посвященной якутской лошади, которая сейчас в эти дни проходит на Белинского 44 в здании Союза художников, да? В здании Союза художников по Белинского 44. Марьяна Михайловна Лукина, художник-живописец. Марьяна Михайловна – это дочь известного художника Михаила Лукина, и Марьяна Михайловна вот издала книгу, посвященную творчеству своего отца Михаила Лукина. Вот, Марьяна Михайловна, расскажите. Да, эта книга вот недавно вышла в свет, так скажем, в конце декабря была презентация в музее национальном художественном, и написала статью, очень такую всеобъемлющую большую статью о творчестве моего отца Галина Афанасьевна Сафронова. И вообще эта книга задумывалась к 90-летию, это к 19-му году, но получилось так, что начался, сами знаете, ковид, ограничения. И спустя время всё-таки книга вышла, уже отцу было 93 года в прошлом году. И что ещё сказать? Ну, я очень, так скажем, считаю, что большой труд я сделала. Конечно, конечно, очень большой труд. Потому что очень много работ хранятся в Маинском краеведческом музее имени Васильева. И вот началось как бы с поездки в этот музей, там довольно-таки много работ там хранятся его. Ну, конечно, они там хранятся очень в плачевном состоянии, да. И, так скажем, в неотапливаемом помещении. Но хотелось бы, да, чтобы музей всё-таки там отремонтировали и как-то создали условия хранения. Но вот несмотря на такие вот условия хранения, вот меня просто поразило, что картины ещё живы, так скажем, да. Живы и цвет красок не поблёк. И, ну, в общем, ну, это просто чудо. Ну, вот надо спасать, надо спасать. Надо спасать как-то, да. Ну, и тут собраны ещё фотографии, да. Тут ещё этот напечатал его статьи. Папа ведь был очень активный. Он и писал статьи. Да, председателем Союза художников тоже вот в начале 60-х годов. Вёл очень активную такую общественную деятельность, да. И создавались, так скажем, малые третяковки по всей республике. Он хотел как бы искусство внести в народ, да. Очень много картин художники дарили. Вот по улусам вот эти вот всё развозилось, да. Проводились творческие пленеры. Ездили по всей республике, по северу, там, сплавы по реке Лена. Творческие мастерские были построены. Да, творческие мастерские, которые вот над севером. Да, кстати, вот мастерские по перспективу Ленина, да, которые сейчас в плеченном состоянии находятся. Благодаря активной деятельности моего отца, как вот воспоминания тут в этой книге есть, Виктор Григорьевич вспоминал, как они шли по проспекту Ленина, и говорит Виктор Григорьевич, вдруг Миша говорит, вот какое место тут хорошее, надо построить тут мастерские. Виктор Григорьевич такой посмотрел, ну да, типа, да. Потом, значит, и началось. Вот, вот, всё, он стал бегать там, по этим, по инстанциям, да, и добился, да. И были построены очень хорошие мастерские. Да, долго прослужили эти. Да, до сих пор слушают. Весь цвет наших художников, да. Все наши вот громкие имена, Осипов, Монхалов, Васильев, все начинали в этих мастерских. Да. Ну вот скажите об этой проблеме-то, какая сейчас проблема с этими мастерскими? Ну, к сожалению, это очень большая проблема нашего союза художников, что мастерские по Ленина 42 находятся в аварийном состоянии, сам дом подлежит сносу, и, к сожалению, пока что не находится выхода из этого положения, то есть если этот дом снесут, что запланировано уже, да, то взамен художникам не предлагается ничего. Не предлагается ничего. Да, к сожалению, на сегодняшний день ситуация такая. Ну и до сих пор там же сейчас работают художники, да? До сих пор работают художники, ну, там как в фильме ужасов, потолки с огромными трещинами, шорохи какие-то, ну, там сидеть так немножко... Жутковато, да. Жутковато. Да. Ну, для художника, да, это у большого счастья иметь мастерскую. Конечно. Да. Да. И я считаю, что надо решать этот вопрос. Да, очень сложно состояться как художник, если у тебя нет мастерской. Конечно, а где, дома, что ли, рисовать? Да, ночам на кухне рисовать. Это и краски, и запах, и всё, семья, дети там, да. Масляные краски, они очень, по идее, вредны. Да. Мария Михайловна, вот вы сочетаете творческую деятельность с преподавательской. Вот молодёжь какая она, вот такая же, как вы, или немножко другая? Да, я работаю с 2000 года в Арктическом государственном институте искусства и культуры. И у нас кафедра живописи и графики. У меня сейчас первокурсники и дипломники. Но, ну, как скажем... Они другие немножко. На шестом курсе у меня пятеро студентов, на первом курсе 14 человек. И все на бюджете. Сейчас, как бы, это в последние годы очень много мест на бюджете стали выделять. Да, стали выделять на живопись, на графику. Но это, конечно, радует, потому что студенты-то хотят учиться. Но это не снижает конкуренции? Конкуренции? Ну, поступают более слабые. Если бы была больше конкуренции, сильнее бы поступали. Нет? Ну, не знаю. Сейчас, кстати, даже после школы... Раньше после училища поступали в институт. А сейчас... Даже после школы. И после школы поступают. И, скажем так, довольно-таки на хорошем уровне рисуют. Но учатся в художественной школе? Есть художественные школы. Есть даже, если не после художественной школы, то люди ходят на мастер-классы. Сейчас очень много мастер-классов дают, да? В том же вот Национальном художественном музее. И частные какие-то студии открываются. И интернет в помощь, да? Есть мастер-классы. Можно посещать и пользоваться, и учиться этому. Поэтому сейчас... Ну, вообще, искусством, мне кажется, интересуются многие. Особенно, да. Особенно, вот, я считаю, живописью. Особенно живописью, да? Да. Нет, дизайном, наверное, больше. Дизайном, мне кажется, больше молодежь. Ну, это просто уже не обходилось. Живопись — это роскошь, скорее. Да, на дизайне обычно там платно учатся. Бюджетных мест мало бывает. Ну, может, немножко о своих планах расскажите. На чем сейчас работаете? Пишите что-нибудь сейчас. Ну, художник всегда должен писать, я так считаю. Потому что, чтобы не потерять чувство поставленного глаза, да, поставленной руки, поэтому я каждый день почти хожу в мастерскую, работаю, да. И, ну, это, конечно, иметь мастерскую для художника — это большое счастье. Да, можно уединиться от всех. Да. Ага. И что скажем? Ну, когда совмещаешь вот преподавание, да, и творческую деятельность, тут, конечно, самодисциплина нужна, так скажем, да. Ну, и для этого... Подстраиваться. Да. И нужны, конечно, физические силы вообще, чтобы быть художником, да, чтобы натягивать, уметь натягивать холсты на подрамник, так скажем, да. Ну, и поэтому надо вести здоровый образ жизни, да, чтобы быть художником. Хотя у многих, наверное, складываются такие, как бы, впечатления, что художник... Да, что художник-богемную жизнь... Это несовместимо, так скажем, потому что это тяжёлый труд, да. А чтобы трудиться, надо иметь здоровье. А чтобы иметь здоровье, надо вести здоровую жизнь. Здоровую жизнь, да. Следить за питанием, особенно сейчас, когда очень много всякой еды продаётся там. Да, вредной. Вредной. Ну, у нас ещё есть ещё тут люди, которые не успели. Вот Сергей Николаевич Колесов, художник-живописец, преподаватель Намского колледжа искусств, ещё у нас не рассказывал. Вот расскажите о себе, о своём творчестве, какие вы находите моменты на своих картинах. Добрый день, дорогие слушатели и жители нашей необъятной республики, ну, первым делом я вот хочу немножко поговорить, ещё сказать несколько слов о выставке, которая вот недавно прошла, Аттанон про лошадь. Она ещё идёт ведь. Да, ещё идёт, ага. Ещё хотел бы конкретизировать, что эта выставка про, именно про якутскую лошадь, поскольку мы живём в Якутии, и все авторы являются жителями нашей республики, да. Вот хочу вот поблагодарить первым делом идеолога нашего, Александра, что он дал такую идею нам. И что вы подхватили эту идею все. Да. И, конечно, вот чтобы вот эта выставка прошла таким вот, мне кажется, очень такая удачная выставка прошла. Очень хорошая выставка. Надо всем посмотреть, сходить. Ещё раз хочу позвать всех наших жителей нашей республики. В связи с этим ещё хочется поблагодарить вот организаторов этой выставки. В лечении нашего председателя Ольги Афанасьевны и вот всех, кто принял участие. Вот очень хорошо организовано, очень большой объём работы здесь произведено. Это видно. И в открытии было видно. И сейчас очень много людей посещают, ходят. И побольше бы вот именно как художник, мне бы хотелось, чтобы такие выставок было бы побольше. Тематических, да? Да, именно тематических, именно ближе вот к якутскому народу, именно как-то и в то же время якутскому народу близко вот эта вот, допустим, вот эта тема, да, и в то же время вот художникам как-то она очень так искренне воспринимается. Объединяется. Ещё раз хочу поблагодарить вас, и чтобы побольше таких уставок было. У них вот где-то такое пожилание есть. Вот насчёт себя. Я сам являюсь из Намского улуса, я представитель Намского улуса, да? Я и родился, и учился, и вырос в Намском улусе. Вот всё моё детство, учёба прошла именно село Намцы, Намского улуса. И сейчас я вот после учёбы, завершения учёбы, сейчас работаю там же, в село Намцы. Патриот Намского улуса. Можно так сказать, да. Вот в село Намцы есть Намский педагогический колледж имени Игоревича Винокурова, нашего политического деятеля, знаменитого. И вот там есть отделение художественно-графическое. Там мы обучаем будущих учителей изобразительного искусства в школе. Вот. И этим студентам мы преподаем такие дисциплины, как живопись, рисунок, скульптура, композиция. И вот одним из преподавателей таких предметов вот и являюсь я. Ваши покорные слуги. Да. Ну, Намский улус, он славится, да? Там очень много художников живут из этого улуса. Да, очень много, да. Намская земля, говорят, что плодотворны именно в творческих личностях, именно в художниках. Вот. И из Намского улуса вышли очень много художников. Да. Начиная с нашего тут гениального Элья Семеновича Сирцева. Вот. И здесь перечислить их очень много. Все парни. Также мы считаем намскими художниками не только кто там родился, да? Допустим, там жил очень много лет. И те, кто там связан с Намским улусом, где кто-то, допустим, работал некоторое время, кто-то там учился в Намском педагогическом училище. Вот таких художников, которые... Их жизнь связала с Намским улусом очень много. И очень большие художники есть. Кстати, вот сейчас же проходят выставки, да? Да, в арктическом институте. Институте культуры и искусств, где, кстати, я там учился тоже. Вот мой преподавательский, Марьяна Михайловна, мы окончили мастерскую, Марьяна Михайловна. Я сегодня очень неприятный. Я очень так горд и радуюсь тем, что я нахожусь в гостях вместе с моим учителем, Марьяной Михайловной. Это очень отрадно. Ну, Марьяна Михайловна, конечно, наш ведущий живописец. И Сергей, он еще до этого учился в Новосибирске. А, в Новосибирске. Да, это у него как второе высшее. Да. Вообще, много учился. Алексей Встафьев, да, вот выставка его проходит. Вот этого хочу сказать. Недавно открылась эта выставка в институте. Я там был. Вот Ольга Фначин тоже была, да. И там очень хорошая выставка. Просто прекрасный, замечательный профессионал. Очень высокого уровня. Там просто надо сходить и посмотреть. Ничего даже рассказывать, ничего рекламировать не надо. Все там видно. И вот именно студентам надо сходить посмотреть. И художникам тоже. Вот его изящные такие рисунки там все. Композиции есть. На третьем этаже в фойе. Да, на третьем этаже. Вот здесь мы всем еще раз хочу позвать. Ну, также в Национальном художественном музее сейчас вот идет выставка Эдуарда Васильевна. Он тоже же считает себя, считает свою родину. Мы тоже его считаем нашим художником. Мы постоянно его приглашаем. И он нас тоже приглашает на свои выставки. Вот вчера мы были там, кстати, на открытии, посвященные 90-летию. Совершенно грандиозная выставка. Эдуарду Иосифовичу исполнилось 80 лет. Это итог его творческой жизни до этого периода. Он высочайший мастер. И мы тоже призываем всех обязательно посетить эту прекрасную выставку. 65-летнее творчество у него. Он говорит, что он с 15 лет находится под влиянием уже профессиональных художников. Очень мощное, очень цельное творчество. Обязательно стоит сходить, посмотреть на него. У нас немного времени осталось, Ольга Афанасьевна. Вот вам слово о ваших работах на выставке и о союзе художников тоже. Ну, я как дизайнер люблю технику ассамбляжа. То есть я люблю взять готовый предмет, совместить его еще с несколькими предметами в объемно-пространственную композицию и либо раскрыть его, первоначальный смысл, либо изменить его. Ну, вот на этой выставке я выставляла старинную такую чесалку, которая у меня досталась от отца, прикрепив ее к белому планшету, ушитому ювелирным тросом, который напоминает конский волос. На самом деле, это не конский волос. Вот. Мы как раз с Марианой Михайловной как раз вчера и спрашивали, да, что это такое. А также я хотела бы немножко рассказать о жизни нашего союза художников. В прошлом году, как вы помните, я рассказал, что у нас была очень бурная выставочная деятельность. И в этом году то же самое у нас предстоят огромные, серьезные выставки в Красноярске, в Иркутске, в Улан-Удэ, в Москве, в Мирном и в Чурабче. То есть это помимо просто текущих выставок в городе Якутске, да, мы очень довольны, что у нас такие перспективы. Все очень напрягаются. Ну, время подошло уже к концу, да. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Я вот благодарю вас за участие в нашей передаче, за очень интересную информацию, за то, что вы рассказали, поделились, показали нашим радиослушателям свои работы. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, и желаем вам всего самого доброго.